Добрый день всем. Персонально ваш Алексей Венедихтов ведет Сергей Бунтман. И мы сегодня начнем. Алеш, добрый день. Добрый день. Ну, начнем сразу с коалиции. Что в ней произошло? С коалиции Парнаса и другие, которые теперь больше, наверное, не существуют. Ну, произошло то, что следовало было ожидать еще два года назад, когда Парнас был перехвачен, в том числе Михаилом Касьяновым. Это было начало процесса для меня совершенно очевидного. Я как Белковский, отсылаю вас к январю 2014 года, что я по этому поводу говорил и персал. Но история здесь вполне ожидаемая. Это борьба за лидерство. Если раньше она была более размыта между Навальным, Касьяновым, Борисом Немцовым, Рыжковым, Владимиром. Я бы назвал вот эти четыре фигуры. Может, кого-то забыл, извините. То, собственно говоря, сейчас осталось на этом направлении два лидера. Немцов Борис убит, Рыжков был изгнан. А между Касьяновым и Навальным, или сторонниками Касьянова и Навального, или сторонниками концепции Касьянова и концепции Навального, на каком-то треке неизбежно было два консула не работают. Два консула не работают. Причем один консул не может избираться, а другой может. И это породило, естественно, внутренний конфликт, который на первом этапе надо дать им обоим должное. Касьянов и Навальный пытались применить и примирить с тем декабрьским соглашением о создании на базе Парнаса. Напомню, Парнас обладает лицензией идти на выборы без сбора подписей. И он представлял свою площадку, видимо, в обмен на первое место без праймера из Касьянова. Ну, у Навального, безусловно, больше избирательность, но по закону, который, собственно, был принят ровно из-за него, и для того, чтобы не допустить его. Да, он не может платить. Не только он теперь, но и Ходорковский, как мы понимаем, и еще некоторые его сторонники, которые осуждены или находятся под следствием, и будут осуждены к выборам, чтобы не дать им возможность баллотироваться. Эта история, она бесконечно понятна. Единственная крайне неприятная история – это то, что внутри коалиции мелкие демагоги попытались вскочить на места Рыжкова и Бориса Немцова и начали сами разваливать эту коалицию, воспользовавшись, предоставленной им вторым каналом, или каким-то там каналом, по НТВ. Извините, второй канал по НТВ, ресурсом, так называемым порнофильмом с участием Касьянова. Просто воспользовались этим, ну, потому что они почувствовали себя, видимо, оттесненными, неупоминаемыми рядом с Навальным и Касьяновым. Вот все, там внутри всегда находятся такие личности, небезызвестные нам. Тоже ничего неожиданного нет в этом. Ну, жаль, да, я сожалею. Я думаю, что я всегда сторонник того, чтобы конкурентность была выше. Безусловно, коалиция во главе с бывшим премьер-министром Владимира Путина, поддерживаемая главным оппозиционером Алексеем Навальным, вносила... Это сильная, что же, достаточно. Она сильная не для избрания. Я сомневаюсь, что этот лист мог пройти 5%. Но, во-первых, это сильно для предвыборной кампании, для распространения идей тех, которые выдвигает Парнас и Алексей Навальный, и его соратники. Участие в этих историях. Во-вторых, это большая удача одномандатникам, тем, которых мог выдвинуть Парнас, и, может, еще выдвинет Парнас. И это, опять-таки, в некоторых крупных городах была бы серьезная битва идей, где избиратели бы с изумлением обнаружили, что существуют и некие другие тренды в развитии собственной страны, а не только шапка закидательства и ура-ура. К сожалению, именно следствие развала Калиции вот этого не будет. Вот этого не будет. Понимаешь? И это печально. Ну, а для Парнаса это все? Ну, понятно. Для Парнаса все в январе 2014 года было. Для меня. Как мне казалось. Это были уже... А уж после убийства Бориса в феврале 2015-го. Это уже было понятно. Вот представь себе, что Борис Живот, что бы он сейчас сделал, он бы не допустил, чтобы фильм о Касьянове даже упоминался на коррекционном совете. Даже не намекался ни в публичной зоне, ни в публичной. Он прекрасно знал и проходил через это. Да. Поэтому отсутствие, повторяю, Бориса, вот сейчас оно... Но, тем не менее, скажи мне, ты продолжаешь считать, что Касьянов прав, что не стал вообще ни отступать в сторону, ни изменять что-то после этого фильма? Значит, это их внутреннее дело. А также можно обсуждать... Нет, это человеческое дело? Нет. Значит, я здесь считаю вот что. Поскольку мы сами проходили нечто подобное с Казасом Плющева внутри корпорации, я могу сказать так, что если бы этого фильма не было, а руководители коалиции поняли, что Касьянов не тянет список, можно было бы вернуться к договоренности. Понятно же, совершенно очевидно, что равновеликой фигуре бывшего премьера в коалиции нету. Ну, нету. Значит, задача была снести. Она удалась, и она удалась. Нельзя никогда, на мой взгляд, ничего делать под принуждением, под давлением. Или надо понимать, для чего это сделано. И если бы те же самые разные люди внутри коалиции до фильма публично выступили с требованием пересмотреть правила, ну, потому что, может быть, Касьянов плохо ведет компанию, может быть, там не так достаточно финансированно, я бы это понял и за этим наблюдал бы равноустраненно. Сейчас я считаю, что они попались в ту самую ловушку, которую им поставила федеральная власть и НТВ. Надо же в политике оглядываться и искать, кому выгодно. Кому выгодно был развал коалиции? Вот кому выгодно был выход Яшина, Милова из территории праймерис? Кому выгодно? На кого наиграли? Скажем, Павел, что остается? Остается, ну как, наверное, список остается, а что? А что, собственно говоря, Парнас может идти отдельным списком и иметь возможность выдвигать одномандатников. И, кстати, вот некоторые видные соратники Навального, там, Любовь Соболь заявили, что готовы быть выдвинутыми от Парнаса при определенных условиях, ну, в определенных округах. Им не мешает, что Касьянов возглавил список. То есть, они по одномандатам готовы пойти? Некоторые готовы, некоторые не готовы. Значит, это будет еще предметом индивидуальных договоренностей с теми иными кандидатами? Я так понял, Любовь Соболь, что это будет ее индивидуальные договоренности с Парнасом. Но она сказала, что я с Парнасом не договорюсь, пойду к Яблоку. Ну, ты знаешь, там есть конфликт в центральном округе московском. Но не это важно, потому что в разных городах выдвигаются люди. И это при том, что сейчас власть, безусловно, давит на рядовых активистов и кандидатов в кандидаты. Мы знаем там и про обыски, и про забирание в военкомат и так далее, и так далее. И в этот момент открывать фланг, если это глупость или если это предательство. Вот вся история. Для политиков, они должны понимать это. Это или глупость, или предательство. Скажи, пожалуйста, когда я спрашивал, что остается, я еще имел в виду, что остается на этом фланге. В альтернативном пути. Яблоко остается на этом фланге. Яблоко. Настолько яблоко явственное. И тут же появилось, сейчас одну секунду, тут же появилось конспирологическое дело, что яблоко выставляется начальством для того, чтобы сделать вид нормальных выборов. А разве яблоко развалила коалицию? Нет, не яблоко. Разве яблоко попросило своих бывших соратников Милова и Яшина выйти, громко хлопнув дверью? А разве они это сделали? Это не яблоко сделали. Ну, а тогда что? Яблоко, безусловно, воспользовалось ситуацией еще раньше. И предложило Рыжкову, Ягуткову и некоторым другим выдвигаться по их линии. Это публичные федеральные фигуры. Кто мешал Парнасу им делать тоже предложение? Мы же знаем, что Ягутков и Рыжков, несмотря на разногласия, участвовали в переговорах по созданию коалиции еще в декабре. И это никем не скрываемый факт. Ну, не пришлось. Они пошли к Яблоку. Или Яблоко пошло к ним. Шлозберг им звонил. И в данном случае, опять, я в данном случае как наблюдатель. Я же напоминаю нашим слушателям, что мне легко говорить, я не голосую. У меня нет проблемы выбора. Да, ты устроился. Я устроился, да. И именно поэтому я могу говорить совершенно свободно. Просто мне кажется, что... Еще раз повторяю. Если бы все это произошло до фильма, это был бы понятный и более-менее естественный процесс. И, как ты понимаешь, Михаил Михайлович Косянов совсем не герой моего романа. Но когда это произошло после фильма, это просто надо было сомкнуться за спиной. Ну, очевидно, да? Сомкнуться за спиной этого человека и сказать, мы вам его не отдадим. Мы вам его не отдадим. Ну, может быть, в политике приняты другие правила у некоторых политиков. Но, мне кажется, это был единственный возможный вариант. У меня такое ощущение, что это убеждает и нынешнюю власть, вот такое поведение. Что так можно? Это легитизация этого инструмента. Да, совершенно верно. Потому что один из принципов, хорошо ли, плохо ли, но один из принципов нынешней власти, лично товарища Путина, это ничего не делать под давлением. Ну, да. И они это понимают. И они не делают это. Мне кажется, если вы не сделали под давлением, это было бы вполне убедительно для власти. Я расцениваю развал коалиции как политическую ошибку лидеров коалиции. Сделали чужую работу? Нет, они сделали свою работу, манипулируемой, более ловкими манипуляторами. Скажи мне, пожалуйста, вот здесь вот сам факт выборов, которые будут в сентябре, насколько ты считаешь? Мы будем освещать, мы будем за ними наблюдать. Это точно, совершенно верно. У нас будет даже и прополитические партии, которые участвуют и так далее. Обязательно. С одной стороны, развал коалиции, с другой стороны, вот такие вполне адекватные, как мне кажется, действия Панфиловой на первом тестовом полигоне. Что они пока сулят, вот на сегодня, на 30 апреля? Ну, они пока сулят, во-первых, что часть игроков выведена властью, силовым давлением или давлением принятия закона из политической жизни. И поэтому уже сразу можно сказать, что эти выборы неполноценны. Первый шаг. Второй шаг заключается в том, что, безусловно, огромная кампания агитации в пользу одной партии «Единой России», которая разворачивается на всяких неформальных площадках, и никто этому не мешает. Это тоже говорит о том, что эти выборы не будут равноправны. Третий шаг заключается в том, что, возможно, пройдет пятая партия какая-нибудь. Скорее всего, это будет яблоко. Но, возможно, сейчас, после уничтожения Парнаса, попытаются реанимировать партию Титова, партию Роса, которая совсем уже умерла, исчезла с поля. И, видимо, этот проект... Как она назвала? Этот проект не состоялся, но умение вести политическую борьбу, видимо, не хватило. Но уничтожение Парнаса, в том время коалиции, не Парнаса, а коалиции, возможно, даст надежды и кислороду господину Титову. Тем не менее, я думаю, что по всем подсчетам, по всем моим наблюдениям, яблоко на грани прохода. Поэтому еще кампания не началась. Теперь зависит от того, как пойдет кампания, кто будет глава списка, как поведут кампания в регионах, в каких регионах будут тянуть и так далее. Поэтому вот результат такой. Ну, а считать, наверное, более-менее будут... Я не могу сказать, как считают в Чечне или в Башкирии. Но более-менее в столице будут, наверное, честно. Там Панфилова для этого, наверное, многое сделает. Это намеренная установка власти? Да, конечно, ничего власть ненамеренного не делает. Вся эта кампания, начиная с пункта 1, смотри, устранение наиболее раздражающих политических противников из избирательной кампании и наиболее раздражающих избирательных списков. Несмотря на то, что все партии допущены, все эти партии, соответственно, они допущены, все эти 14 партий, которые, пока допущены, которые имеют по представителям в законодательном собрании, они допущены, да еще какие-нибудь наберутся эти самые подписи. Вот. Это раз, это демонстрация. С другой стороны, другими способами убираются игроки, некоторые из которых сами на это ведутся. Скажи, пожалуйста, последнее, имеет ли какое-нибудь значение, какая будет пропорция между нынешними парламентскими партиями, эсерами, либералами, коммунистами? Мы сейчас видим, на сегодняшний день, мы видим сохранение позиций Жириновского вокруг 7,5%, мы видим прохождение справедливой России тоже 6,5%, мы видим рост КПРФ, протестных настроений. И они перехватывают повестку дня Путина и чуть ее делают дальше в условиях кризиса. Если все правильно посчитают, то я думаю, что они могут взять много голосов, и мы видим падение пока единой России до 35%. Но в любом случае, это все путинские партии, мы же должны это с тобой понимать, да, если говорить о президенте, то президентский пул получит от 450 до 415 голосов. Скажи, пожалуйста, еще одну вещь, такой вот, фактор какого-то вот такого турбонаддува. Знаешь, какая-нибудь для того, чтобы на фоне того же самого кризиса, что-нибудь яркое, что могло бы еще повысить престиж власти? Что-нибудь внешнеполитическое, что-нибудь украинское, что-нибудь сирийское, что-нибудь еще какое-нибудь? Ну, политическое, я думаю, что мы понимаем, что основными избирателями, ну, основной массой избирателей являются люди старшего и пенсионного возраста. И поскольку главная проблема для них сейчас в условиях экономического кризиса является не выплата или не индексация пенсии, то я предположу, что где-нибудь летом голосами партии «Единая Россия» по предложению партии «Единая Россия» будет принято решение правительства. Да, надо напомнить, что, скорее всего, партию «Единая Россия» на выборы поведет Дмитрий Медведев, глава правительства. Вот им, главой правительства, будет принято решение, не знаю, как через Думу, не знаю, при постановлении о ежедневременном выплате всем пенсионерам задолженность по компенсации, какую-то сумму. То есть, не компенсация, а задолженность по компенсации. То есть, люди получат, не знаю, 50 тысяч рублей. Нормальная предвыборная взятка такая. Ну, с учетом того, что у правительства есть такой ресурс. Я так предполагаю. Вот, например, я говорю, поэтому не Сирия, а вот это вот. Что-нибудь социальное. Вот именно направленное в основной контингент. Восстановление справедливости, которую сами же и заморозили, голосами той же «Единой России». Ну, а этого не помнит никто. Ну, противники должны напоминать. Ну, противники, кто-то будет напоминать. Коммунисты будут напоминать, безусловно. Но людям будет важнее получить деньги. Получить деньги, да. Поэтому я так и говорю. А вы против этого решения? А вы против этого решения? Премьер-министр, который возглавляет «Единую Россию». Нет, конечно. А тогда что? Да. Ну, это иногда не выходит у правящих партий в некоторых странах. Даже когда они выплачиваются. Это вопрос гадалки. Это вопрос гадалки. Хорошо, Алексей Венедиктов не гадалка. Тогда, вот смотри, как ты в целом оцениваешь 27-28 апреля, то есть задержавшийся пуск ракеты? Вот об этом очень много говорили. Я вообще не понимаю, да. Главная проблема в том, что сначала во время этого пуска, до этого пуска устроили истерику, как будто это нечто новое, технологическое, прорывное. Что это чуть ли не 12 апреля 1961 года, сравнимое с гагаринским полетом первым или крайним случаем спутник, первый спутник Земли. Это обычный рядовой запуск уже не новой ракеты, да, на новом космодроме, который еще не открыт, который еще будет достраиваться. Он не достроен, он подстроен был под этот пуск, и об этом говорили все. Но сначала из этого устроили, как тебе сказать, нарисовали икону, да. А после этого происходит, ну, вероятно, элементарный сбой, который там за 10 копеек пучок, что называется, бывает при запуске. Из этого устраивается тоже там президент разносит все, и потом запуск, и со второй попытки у нас новый гагарин полетел. Это рядовое событие. Космодром еще не открыт. Ракета полетела, не новая. Чего все орали с самого начала. Вот история же в этом, Сереж. И поэтому, когда вот все кричат, вот икону нарисовали, то бах, и не сработало. Как же так? Осветили, да? Оно не полетело. Как же так? И вот, если бы к этому отнеслись, как к рядовому событию, если бы туда не приехал президент Путин, да, если бы про это не голосило государственное телевидение в течение недели до... Это было бы нормально все. И, ну, да, ну, сбились. Ну, на завтра полетело, и завтра бы полетело. Нет, это обычное, не нормальное, а обычное банальное... На самом деле, это большое счастье, что с неполадкой, которую вовремя обнаружили, никто никуда не полетел, никто не развалился в воздухе. Да, не дали приказ, сейчас вот мы тут перезальем и полетим, пока президент... Не стали делать, там, этим самым, зубами зажимать тот неправильный кабель и жертвуя жизнью летать. Это штатная ситуация, вполне нормальная. Банальная. Это банальная ситуация. Повторяю, если бы не было... Если бы у нас это не съедало пропагандистскую историю до того, то это была бы абсолютно обычная, нормальная история. Это был бы, конечно, успех. Он и есть успех. Так он и есть успех. И вот эта задержка на деньги, она никак не отрицает этого успеха. Просто создание ожиданий от типа... Почему и не объявляли о полете Гагарина до... Потому что могло всякое произойти. Всякое могло произойти. И никто неделю не... Сейчас наш человек полетит в космос. Вот, смотрите, наш человек полетит в космос. Вот, смотрите, он уже там приехал. Вот, смотрите. Никто этого не делает. И людям надо... Это нервирует людей. Под дулами телекамер, как принято говорить. Да? Инженеров. Да, тем более, если высшая начальность приезжает. Ну, да. Это все... Так это же часть. Приезд, это же часть, что там, Путин кнопку, что ли, нажимал? Да нет же. Это же все часть пропаганды. Да. То есть, может быть, и ракету будем запускать, и делать пропаганду. Пропаганду уж тогда из удачного пуска. Или будем делать пропаганду до... Как уважаемые коллеги из LifeNews, они запустили-то ракету в нужный день, 27-го числа. У них было написано, что ракета стартовала. И потом, когда им начали говорить, вы что пишете? Они говорят, да. Пишет, говорит главный редактор Life. Мы ошиблись. Ну, потому что мы верили и верим, что она полетит. Ну, конечно. Она у них уже полетела. Мы ошиблись правильно. Да, мы ошиблись правильно. Да, мы ошиблись. Ну, это их право так вот пусть они... Ну, теперь понятно, что они не новости делают, а делают то, во что верят. То есть, этот вопрос веры вообще не нуждается в доказательствах. Они верят, что Земля плоская. Ну, плоская. Ну, насчет веры мы еще поговорим, и буквально через несколько минут, когда было такое жесткое столкновение веры и неверия, какая история правильная, и хулиганство, и безобразие. Мы поговорим о нападении на участников церемонии, награждения школьников. Мы об этом еще поговорим, потому что вопросы-то задают наши слушатели. Мы, кстати, основываемся нормально на вопросах, которые задают в социальных сетях очень много, и в ВКонтакте, и в Фейсбуке, и в других. Ну, сейчас бы я буквально два слова, потому что об этом спрашивают, об этом, в общем-то, нечего говорить, но два слова. И ты вчера общался все-таки в эфире с назначением искольковой полномочника правым человеком. Ну, это ровно та же история, что с назначением Эллы Панфиловой и Барвичинским казусом. Давайте посмотрим, человек сделает, и что человек не сделает. То есть, первый какой-то тест для тебя должен быть, у него еще не было? Конечно, конечно. Для меня там как бы уполномоченный правом человек этой функции, и как человек распоряжается этой функцией, да, использует он ее или не использует, использует он ее во влага тому, на кого направлена эта функция, или во вред. Вот меня реально там волнует, что я этим давно занимаюсь, что тяжело больных людей держат в СИЗО, держат в суде, несмотря на решение Верховного суда. У меня главный вопрос был к Маскальковой, которая в свое время билась против этой практики, как депутат. Я это знаю, а наши слушатели это не знали, да. Будет она продолжать этим заниматься? Добьет она этот закон несчастный по содержанию в СИЗО? Добьется она того, что онкобольные, и мы вчера переправили ей все по питерским этим самым делам? Нет, она в работу, просто сразу в работу, что-нибудь восприняла. В работу. В работу. Поэтому рисовать карикатуры довольно легко на всех. Но были сделаны заявления. Извини, я давно по заявлениям не слежу. Для меня гораздо более важно, что она голосовала за закон, запрещающий сыновление. Она голосовала за? Ну как, они... Нет, конечно же. Да, конечно же, за. Нет, я повторяю. Она голосовала за, поэтому сейчас мы ей готовим досье по конкретным детям, которые не были усовлены, да, и которые пострадали от этого инвалидам, которых никто не берет. Посмотрим теперь, как она, уполномоченные, примили то свое голосование с нынешним своим решением. Вот какая работа. Не ради Москальковой, а ради этих детей, а ради этих онкобольных. Понимаешь? А ради этих людей, которые хватают на улице и сажают в кутузку. А ради этих людей, которым по полтора года... Что такое полтора года не платили зарплату? Это значит, люди были в рабстве. Секундочку, полтора года люди, она рассказала здесь историю, не платили зарплату. Это значит, люди в рабстве, Сережа. Это тоже история. Значит, они могли пожаловаться. Значит, посмотрим по делам. Значит, так я и всегда так... Вот уже несколько дней мы говорим, и были свидетелями в четверг нападения на людей, которые шли на церемонию награждения детей, которые написали исторические исследования о своей семье, о своих соседях, о своем регионе. И вот эти самые ублюдки там стояли и кидались. Это что? Это фашизм. Это штурмовики 1933, 1934, даже, может быть, 1929 года. Там выкликивались и те лозунги, которые штурмовики использовали во время «Хрустальной ночи» в Германии в 1935 году. В 1938 году. В 1938 году, да. Это нюрнбергские законы, 1935 года, да. Да, 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 разрешившим это. Меня это меньше волнует, этот десяток шрамыжников, которые будут найдены. Все сейчас собирают фотографии. И будут они переданы в московскую полицию. И знаешь, у нас же бюрократическое государство. Вот пойдет бумага, надо будет отвечать. Вы тут арестовываете и держите людей в тюрьме на основании закона о нарушении административного права, проведении пикетов. Вот там был незарегистрированный пикет. Там был незарегистрированный пикет. И история в том, что полиция не вмешалась. История в том, что полицейских вызывали дважды. История в том, что полиция не навела порядок. Это не история этих десяти шрамыжников и гопников, которым воздастся. Сомнения нет. А это история полиции, которая выступила пособником этих людей. Надо отдать должное, что после того, что был поднят скандал и нашлись люди, которые это донесли до верха. Один задержан. Да нет, четверо задержаны. С одним проводятся следственные действия. Все будут опрошены. Каждый будет опрошен. И после того, как пресс-секретарь президента Песков назвал это хулиганством, квалифицировал это хулиганством, будет исполнено ваше высокопревосходительство. Вы сказали хулиганство, значит хулиганство. Я понимаю, что Дмитрий Сергеевич слова-то выбирает, как мы знаем. Поэтому просто нужно, на мой взгляд, нужно все время делать это максимально публичным. Нужно заставлять полицию и прокуратуру работать публичностью, задавая вопросы. Задавая вопросы политикам. Но то, что это было нападение на детей, в том числе на детскую конференцию, свидетельствует о высоком уровне достоинства этих людей, их организаторов, их спонсоров и пособников. Будем называть, будем публиковать фотографии, как медиа мы положим. На каждой этих там несколько. Это ведь культивируется. А ты знаешь, Сереж, а после того, как наказали человека, который распылил на Макаревича концерта и посадили его, хотя Андрей просил этого не делать, да, там перцовый газ, ну как-то поутихли эти люди с такими нападениями. Все же понимают, что все порождает безнаказанность. История же с Немцовым, с убийством Немцова заключалась в том, что киллеры, а это похожая история, что киллеры рассчитывали на безнаказанность. Эти люди рассчитывали на безнаказанность, на то, что их какие-то высокие государственные чины или государственные структуры прикроют. Киллеров не прикрыли. Киллеры сидят. Ну, люди обвиняемые в том, что они киллеры. И мы узнаем все больше и больше по этому делу. Я не знаю, вы слышали, знают ли наши слушатели, что в результате всего выяснилось, я по делу Немцова, я так делаю вираж, выяснилось, что в той квартире, в которой жили предполагаемые киллеры, она была снята на имя Артура Геремеева, двоюродного брата Руслана Геремеева. А в этой комнате были найдены карты-ключи от номеров президента отеля, в которой живет сенатор Сулеймен Геремеев. Карты-ключи в номере, где жили предполагаемые киллеры. На секундочку. Это мелкие детали, может быть, но следствие идет, ползет, да, очень медленно. Но теперь есть что спросить у Владимира Владимировича, все-таки, сенатор, чай, не абы кто, почему не спросить, ползет. А киллеры, ожидая защиты и получившие на первой стадии, опа, от них вот, видимо, придется отказаться теперь. Видимо, история в том, что ими придется пожертвовать. И этой гопотой их спонсоры пожертвуют. Но тут есть еще одна история. Спонсоры спонсорами, но у этих людей это в головах, так же, как было, помнишь, у тех несчастных лавочников из Роматых, да? Да, да, да. А то пришел по вашу душу. Вот они так считают, что это вот дети, которым вбили в голову проклятые евреи. Чисто 33-й год Германии. Вот, вбили в голову искажение историка Кайского, что-то прочитали, они о своих семьях писали. Ничего не прочитали эти уроды. Ну, ничего, в камере прочитают, послужило, принудительное прочтение будет. Вот, поэтому я считаю, что пока это возможно делать гласным, а это делают соцсети очень здорово, к сожалению, не все начальники сидят в соцсетях. Иногда приходится копировать и посылать. Ну да. Ну да. А предслужбы боятся расстроить начальников. Некоторые. Вот. Поэтому полицейских, в первую очередь. Поэтому, на самом деле, я могу сказать так, все еще только начинается. Все еще только начинается. И вообще жизнь на этом не заканчивается. Но это фашисты. Настоящие. В Россию пришел фаш... В Россию, победившую фашизм в Европе, пришел фашизм. Это фашизм. Фашисты прекраснейшим образом будут активно праздновать, как им кажется, в победу. Ну, они приходят, а, конечно, они всегда присоединяются к победителю. Я не сомневаюсь, что в 1941-м они служили бы в полицаях, эти люди, нося знаки вермахта. Я не сомневаюсь в этом. Потому что фашисты, они трус, они только в стаде сильной. Понимаешь? И все. Собственно, все. Виолетта из Екатеринбутка пишет, НТО затих как-то с тех пор, как официально его пожурили. Ну, не только пожурили. Там дело есть. Бюрократический идет в правоохранительных органах. Не пожурили. Затих. Правильно. Я вам говорю, что люди рассчитывают на защиту государства. А когда государство в лице участкового приходит к вам домой и говорит там, Митя, тебя трижды видели. С нарушением. Начальник просил передать. Не надо больше на моем участке. Не надо из меня клоуна делать. Глядишь, и Митя уже не в национально-освободительном движении. Уже капусту сажают. Так бывает. И так будет. И напоминаем, напоминаем и полицейским, и полицейским начальникам об их работе. Да. Безусловно. Это и пока это действует. Ну, может быть, не так. Но в любом случае это действует, когда это делается публично. Когда это делается публично, я повторяю. И правильно обращение мемориала к начальнику московского ГУВД Якунину. И правильно письмо СПЧ к министру полиции, министру внутренних дел Колокольцу. А, абсолютно правильно. И это не тоже только начало. Да, и не забывать. И посмотреть, чем это должно быть. Надо напомнить опять же, что эта вся история одинаковая. Что фильм про Касьянова. Что фильм про Навального. Что вот эти уроды. Это же история, связанная с тем, что государство потворствует иногда и подкармливает таких людей. Еще раз, хунвебины. Можно по-другому назвать. Наш бы великий южный сосед это проходил. Где были эти хунвебины потом? В лагерную пыль превратились. И здесь превратились. Они стали быть нужны. Конечно. Это же инструмент. Даже когда они этого не понимают. Вот. Про инструменты. Скажите, пожалуйста. Здесь появились некоторые новые детали в панамском расследовании. Которые связывают уже с делом Магнитского. Ну, действительно. А что их связывать? Действительно, деньги, которые вот эти 230 миллионов или сколько там ушло, попало, они прослежены. Они обнаружились в этих панамских бумагах. Эти 230 миллионов возвращенных налогов. Они прошли там очень быстро несколько офшоров. 7 или 8, по-моему. Оказались на... Ну, что я буду сейчас по-английски. На одном офшоре. И с этих 230 миллионов 800 тысяч ушло на офшор Ралдугина. Ну, не просто так. Там за 70 тысяч акций Роснефти. То есть, там была нормальная, обычная, банальная покупка. И никто бы ее не заметил. Никто бы это не выявил. Если бы стали внимательно смотреть за офшорами Ралдугина. Журналисты сейчас. Ну, ушло. Ну, 200 миллионов. Купили там акции. Здесь акции. Еще что-нибудь купили. Жденьги они же не в мешках лежат. Правильно? Да? А вот тут, поскольку с одной стороны известная фамилия Ралдугин стала, а с другой стороны не менее известная фамилия Магницкий, то нашли связь. Нашли связь. И это будет дальше раскручиваться. Пока информации недостаточно. Но то, что сам факт, что эти всплыли связанные знакомые имена, но это не просто ведь перевод денег. Это покупка акций. Надо посмотреть, сколько акций Роснефти стоили на тот период времени, на время покупки. Являлся ли это сделкой такой или сякой. Главное другое. Нашлись деньги Магницкого. Вернее, нашлись деньги, найденные Магницким. На них были куплены акции Роснефти. У офшора Ралдугина. По делу Магницкого ведется все-таки большая подспудная драка. Кто с кем дерется? Дерутся за. Дерутся за то, чтобы оклеветать Магницкого и посмертно. Давай мы его оклевещим. Я не вижу этого. Давай мы его оклевещим. Показ фильма, где альтернативная история, он не состоялся. Показ фильма. А это очень неправильно, мы знаем. Это совсем неправильное решение. Почему? А почему он не должен был состояться? Значит, этот фильм, снятый, как я понимаю, Андреем Некрасовым. Да, верно. Который считает, режиссер считает, что он провел... Это фильм же полудокументальный, полухудожественный, насколько я понимаю. Провел расследование. И хотел его показать в Европарламенте по предложению депутатов зеленых. Значит, семья выступила против. Он выступил за. Да, фильм был назначен, затем был отменен. Это неправильно. Если он был назначен, надо было смотреть и дискутировать по тому, что есть в фильме. Запреты фильма? Ну, что? Ну, я знаю, что Арте будет его показывать 3 мая. Ну, слушайте, его будет показывать престижный, репутационный канал на всю Европу, который смотрят миллионы человек. Смотрят, смотрят вся элита, смотрят вся интеллигенция, смотрят лидеры общественного мнения Европы, этот канал. Что за скандал в этом Европарламенте, зачем он нужен был? За тем, что мы боимся посмотреть этот фильм? Кто боится? Браудер? Ну, так он там был, Браудер. Ну, выйди туда на обсуждение, в чем проблема. Я не вижу проблем. Я не видел фильм. Сразу тебе скажу. Я напомню нашим слушателям, что у меня история с Магницким – это особое дело, потому что мой сын сидел на одной парте с сыном Магницкого, и мы узнали, собственно, про это все на родительском собрании. Семья знакома. Да. Я сочувствую всей души. И судя по тому, что описывает про этот фильм, Андрей Некрасов, еще раз, фильм не видел. Судя по тому, что описывает и дискуссия, не разобрался. Вот, по-моему, на сегодняшний день. Но я этот фильм посмотрю, безусловно, по арте. А кто это мне может запретить посмотреть это кино? Это не фильм с Касьяновым. Извини, ради бога. Про фильм и про Браудера. У Навального не приняли иск. Ну, там нашли четыре ошибки. Он три из них исправил и заново подал. Не, а чего про Навального? Каковы фамилии вам? Волдеморт? Кого вы назвали? Вы правда хотите, чтобы московские суды принимали иски от Навального в адрес государственной компании? Сергей Александрович, у вас Альцгеймер. В каком государстве вы живете? Альцгеймер? Нет, секунду. Смотри, там я посмотрел блок Навального, посмотрел бумаги, попросил юристов. Да, суд уцепился за, ну, как минимум, два формальных нарушения, да, изъятия из иска. Но сейчас Навальный их исправил. Ну, подайте еще раз. Ну, клевета-то остается. Нет, подожди секундочку. Если у демократии, это процедура. Да, иск на клевету. Да, пусть СРУ подаст. Нет, Навальный еще раз подаст. И правильно сделает. И это надо идти ровно таким путем. Часчески поддерживая гражданина. А на самом деле, на самом деле, это вот история также вот подавать, исправлять, подавать, исправлять, подавать. Это та же история, что все время находить детали, все время информировать и так далее. Все время посмотреть, что люди здесь делают. Слушай, это делают институты в Советском Союзе, да? Опираются на конституцию, на ради советских законов. Ну, вот Владимир Буковский великолепно об этом писал, что тогда забрасывали просто теми запросами... А бюрократическая машина должна работать. Которые они обязаны были отвечать, и все стопорилось в этой системе. Все стопорилось. Я считаю, что Навальный делает правильно. Нет, это абсолютно правильно. Точно так же и настаивать, и не поддаваться на эти давления. А давайте мы сразу спрячем уши, как в случае с Касьяновым и так далее. Сейчас, например, опубликовали скрытую почту Дмитрия Киселева, насколько я понимаю, Шалтай-Болтай опубликовал. Я всегда... Да, и она выставлена на продажу. Шалтай-Болтай, это его мессенджеры. Ватсап его, Киселевская переписка, видимо, почта и его жены выставлены на продажу, а куски уже в сети. Я всегда говорил, мы живем в стеклянном доме. Если вы публикуете частные разговоры, если вы манипулируете частными разговорами, ваши разговоры будут манипулированы. Но еще две тысячи лет тому назад один 33-летний человек сказал, какой меры меряете, такой будете измерены. То есть, ну вот, вы признаете право на вторжение в частную жизнь, в частную переписку. Значит, вы теряете право на защиту своей частной переписки. Я имею в виду публичные люди. Я предупреждал и говорил, сейчас по Дмитрию Киселеву пойдет волна дерьма, абсолютно. Сейчас будет уже видно, как это взаимодействие с этим, с тем, с пранкером Вованом, переписка с некоторыми людьми, как готовятся программы. Вот, ребят, это еще не частное, это еще профессиональное, хотя и не публичное. Я предупреждал. Ну, хорошо. Я думаю, что это тоже только начало. А пусть потом объясняют, что нехорошо взламывать чужую переписку. Ну, я не думаю, что он что-то будет объяснять, но просто поклонники Киселева удивятся его зарплате, например. Ну, а не думать, ну, такому человеку стоит много платить. Знаешь, это только ты так думаешь, потому что ты жадный. На все объяснение есть. Не, объяснение есть, он воспринимается. Нет, это как раз объяснение добрых людей, ты понимаешь? Ну, такому человеку. Да. Ну, вот президент должен так, патриарх должен так, по достоинству. Ты не понимаешь, речь же идет не о зарплате, с которой платятся налоги. Ну, мы все так живем. Знаешь, как люди объясняют? Ну, все у нас так, все у нас так. А Навальному тоже можно не платить налоги. То, что можно другу народу, нельзя врагу народу. Это уже сложнее, Сережа. Это уже... Поэтому эта картинка мира, черно-белая, начинает распадаться. Как ты относишься к тому, что всего 17% считают, что они смогут выйти, если понадобится, на, скажем, демонстрацию в защиту президента? Я не знаю, что это оказалось. А вот всего-то, всего-то... А что откуда было? Это делал кто-то настоль в целом, то еще кто-то, чтобы... Это замечательный был совершенно результат. Ну, я думаю, что поскольку большинство пофигисты в этой истории, ну, реально пофигисты, Сереж, то, собственно говоря, сколько у нас президент получил-то на последних выборах от всего населения? Тоже надо вспомнить. Люди примут изменения власти и пойду за победителем. Я так считаю. Я так считаю. Победит националист, значит, ну, мы это видели, да? Когда побеждал Борис Николаевич, мы тоже это видели. Понимаешь? За победителем основная часть идет. Вот это правда. Да, мы видели на переходе от Бориса Николаевича к Владимиру Владимировичу... Ну, там все не так просто было. Мы видели, что почти те же, особенно дамы-ельцинистки, которые нас ругали, что вы набросились на Бориса Николаевича, вот те же по подписям просто были, по подписям и голосам были, что вы набросились на нашего Владимира Владимировича. Нет, это такая история, она очень интересная, потому что на самом деле, вот как правильно кто-то говорил еще в начале 2000-х годов, что поскольку свобода досталась очень легко, люди с ней расстались очень легко. Нет связи между свободой и холодильником. Не видят люди этой связи, понимаешь? Только почему-то именно в тех обществах, где больше свободы, более полный холодильник. Вот это уровень жизни другой. Ну, там, за исключением нефтяных кувейских держав, хотя на самом деле это прозругается. Нет, 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 вот я имею в виду там вудео-христианской цивилизации, да, вот США, Канада, Европа и мы. Вот там вот так, а там, где свободы меньше, ну, вот там как-то получается, что и еды в конечном итоге становится меньше. Смотри на Винселу, процветающая страна, Дочавец, да, лидер континента, я имею в виду экономический. Они сейчас чиновников перевели на два рабочих дня в неделю, потому что они платить не могут больше. Это вот, это разорить богатейшую нефтяную страну, это надо уметь. Надо уметь. А все началось, помнишь чего? С национализации телевидения. Да. Кстати говоря, ну, это, знаешь, это как старый анекдот про госпланы, которые послали в Сахару. Через год они скажут, что все хорошо, перебои с песком. Перебои с песком, да. Начались. Последнее, что я хотел бы спросить, тут такой развился некоторое время психопатологик по поводу того, что в этом году православная Пасха совпала с 1 мая. Там бы стали отменять майские мероприятия и так далее. Послушай, меня это не волнует вообще. Почему это кого-то волнует? И меня тоже не волнует. Наверное, в случае этого Христос был бы членом Политбюро. Ну, нет, не допустим, кандидатом в члены Политбюро был бы у них. Слишком много себе понимал, я бы сказал бы так. А потом бы куда-нибудь его первым секретарем обкома куда-нибудь в Липецк, если не в Хабаровск. Так вот, слушай, ну это же все, это же понятно, как шарахается бюрократия. Это история бюрократии. На самом деле это не история людей, это история бюрократии. Вот между церковью и вот тради... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, вроде бы вот сейчас модно у нас. Модно, значит, не курить, не пить, в церковь ходить, жениться на молодых. Это я про бюрократию общую. А 1 мая это же... Да, по-любски, да. Поэтому как бы это объединить? Я вообще не понимаю, ничего не надо отменять. Идите с флагами и иконами. Это тоже у меня проблема. Ты знаешь, ну я, честно говоря... Один флаг, один икон. Я был гаденько счастлив, когда я это узнал, что в таких мозгах происходит короткое замыкание. Абсолютно. Я был гаденько счастлив, но на то такие мозги, что в них происходит просто короткое замыкание. Не, ну это шаблон, а это как назвалось? А, об этом очень хорошо написал в романе... Ой, забыл. Шибко. Шибко, когда у тебя ты видишь... Ты докладываешь одно, а у тебя другое. В сталинские времена. Нарком. Люди, помогите. Роман, который назывался... А, БЭК. Последнее назначение. Я вспомнил. Последнее назначение. Ну, и тут Сергей Викторович у нас, конечно, по поводу православных традиций сказал про внешнюю политику. Лазов, я имею в виду. Ну, как на Мазанасон, а православные традиции. Ну, в общем, у нас немножко есть других людей тоже с другими традициями. Прежде всего, мусульманскими по количеству людей. Или, может быть, все-таки Сергей Викторович в Калмыкии, там, а тогда, понимаешь, внешняя политика основана на буддистских традициях. Было бы неплохо. Ни хуже, ни пало бы. А ничего, нормально. Так и вот мое предложение. Ну, это просто уже за рамками, там, уже, понимаешь, это такой надули в уши, я бы сказал. Да. Ну, ладно. Короткое замыкание, вообще-то. Шибко. Да, шибко. Алексей Венедиктов, персонально ваш. Встречаемся через неделю накануне другого праздника. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.